здравствуйте драгоценные мои друзья бесы бесы демоны колдуны ну опять наша вот такая для нас уже с вами это бытовуха если для кого-то это что-то такое чудесная до страшная то друзья мои для вас людей чувствительных в конце концов вы махаете рукой понимаете поначалу ваш разум сопротивляется говорит да нет может быть я схожу с ума не может этого быть наверно что-то такое случилось я болею надо там попить успокоительного но потом в конце концов вы понимаете этот тонкий мир вторгся в вашу жизнь и уже оттуда вы его не выгнете добывают нас детства бывают у людей ну у детей чувствительных вот это вот проявляется они видят чувствуют подчас говорят своим родителям те говорят им да ну не неси ерунды какие-то сказки бывает настолько эти силы вторгаются в жизнь ребенка вызывают в нем страхи на что ребенок не может спать без света окружает себя некими талисманами амулетами такими сделанными собственных ну как какие-то мягкие игрушки да вот примеру да спаньо с мягкими игрушками что игрушки сидят и бдят чтобы ребенка его душу не похитили злые сущности на друзья мои знакомо вам такое когда вы ставили на стражу своего сна и покоя плюшевых мишек или кукол которые боролись с нечестью да друзья мои кажется что какая-то ерунда не друзья мы действительно боролись боролись потому что вы интуитивно в детстве создавали амулеты тонкий мир вокруг нас потом вы повзрослее стали покрылись этой коростой бытовой и это не значит что вас перестали жрать нет еще вас стали жрать больше потому что если вы видите опасность чувствуете и вы можете ей противостоять а если вы все начинаете списывать на ну как бы плохое самочувствие может быть там там вспышки на солнце магнитные бури то вас будут жрать жрать пока полностью не сидят и не не погубят на ваше тело а может быть и вашу душу тоже ну друзья мои что же для для нас колдуны сегодня вот хотелось друзья мои поговорить с вами демоны перекрестков как раз вчера такая ситуация что по это по работе по служебной надобности был я на замечательном перекрестке да кстати перекрестки это те места не значит что там демона прям сидит под землей там сидит и ждет когда-то что-то такое начнется но во всяком случае это некие такие порталы здесь поскольку происходит много намерений много людей проезжает переезжает перекрестки ну так сказать энергетика там истончается то есть здесь очень близко расстояние между мирами и естественно этим пользуются обычно ну явно силы не ангельские да и возникают вот эти бесы эти демоны перекрестков которые подчас с ними создают контракты различные ведьмы колдушки чтобы реализовать свои вот эти вот злобные колдовские планы ну на самом деле да это целая же тема а мне опять друзья мои носит от одного к другому уж простите меня старого 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 глупого дядюшку мистика да вот перекресток чем больше перекресток на вот перекресток вот здесь недалеко от меня находится перекресток пяти дорог обычно перекресток это четыре дороги бывают т-образный перекресток если судить знаете по таким водительским мерам т-образный это значит перекресток все-таки не четырех дорог а трех да мы считаем дороге от на вот от центра перекрестка то есть одна сторона другая то есть это не одна дорога как как бы две получается направление то есть вернее направление на т-образный перекресток трех дорог обычно стандартный перекресток когда две большие дороги или моя большая маленькая перекрестка пересекаются образуется перекресток четырех дорог вот чем больше на вот этих дорог тем в общем-то перекресток сильнее подходит больше для магических действий перекресток трех дорог тоже тоже входит тоже может но какие-то действительно уже не то что в церковных таких понятиях намоленные намоленные с другой стороны там где совершались колдовские обряды перекресток начинает приобретать вот эту может быть негативную магическую силу и уже следующие обряды проходят там легче 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 если там туда ходит много колдунов там обязательно уже образуется некий такой стационарный пост демонический то есть там появляется демон перекрестка и уже начинает вот этим этими делами рулить вот на перекрестке пяти дорог здесь друзья мои есть демон перекрестка иногда мы с ним так сказать пересекаемся и подружески подружески болтаем в отличие от стихийных духов демона перекрестков ближе ближе к людям и естественно с ними общение уже происходит ну конечно не словами да потому что демон не имеет своего голосового аппарата если он не овладевает каким-то человеком вполне да друзья мои такое может быть когда вы приходите на перекресток и к примеру вам встречается человек который вдруг вам начинает говорить какие-то странные колдовские вещи это означает что демона перекрестка ну на время на время овладел до владел речевым аппаратом разум человека и через через себя передает вам какую-то информацию такое друзья мои тоже часто встречается потом этот человек даже может забыть на че он там вообще че он оказался проходил мимо вдруг вдруг как будто время поменялось и он уже там куда-то там прошло полчаса час а он все еще где-то здесь возле перекрестка до пришел в сознание и потом всю жизнь недоумевая что было почему было ну конечно не каждым овладеет без но если вы слабы ваша энергетика слаба то вполне вполне может вторгнуться в ваше даже завладеть рычагами управления и привести вас каким-то проблемным вещам за которые вам придется отвечать поэтому на перекрестках часто случаются и различные происшествия аварии не только потому что ну чисто физически на когда перекрестках машина как бы притормаживают есть раз разница движения естественно возникают какие-то но и энергетические действия приводят потому что на некоторых перекрестках колдовских часто происходят какие-то дорожно-транспортные происшествия поэтому вот понять какой перекресток лучше для колдовства но я вам друзья мы не буду говорить о то вы сейчас побежите на перекресток колдовать а это не очень хорошо потому что в принципе дав что такое колдовство это ну некие такие энергетические работы энергии и намерения когда вы хотите что-то реализовать и делаете какие-то действия какие-то обряды и это приводит да вот не физически вы что-то что-то производите да отдел действуйте энергетически вот это является колдовством это же она может быть как как со знаком минус так со знаком плюс то есть вы можете делать это из паразитарных на чувств чтобы кому-то навредить у кого-то украсть ресурсы можете делать это из благ с какой-то благости ну в разной степени до благости потому что может быть вы переживаете там за своих близких и хотите но каким-то образом помочь уберечь их что-то такое произвести чтобы ну ликвидировать последствия каких-нибудь воздействия то есть в чем-то да вот вы начинаете работать энергии душой ну и демоны тут как тукт и как как всегда люди люди слабы и им нужна простота да они не хотят эскезы проводить и хотят работать над своей энергетикой хотят чтобы здесь и сейчас вот там по сказкам да вот потер кувшинчик при вышел джин и сказал что изволишь хозяин что новый хозяин надо выполняют сколько там одно три желания и вы потерли сказали на мне дворец мне значит денег мне любовь и все значит без труда все вот как это как это хорошо но понимаете друзья мои что в чем-то перекресток это некая микро финансовая организация что сделать вам сделают да вот примеру да вы что-то решили какой-то обряд сделать до погубить врага получить какие-то ресурсы избавиться от каких-то негативных вещей но если вы это сделаете на своей личной силе это одно но если вы вступите в сговор с демоном перекрестка он пройдет скажу ну или там вы его вызовите он скажет пожалуйста не вопрос вот сейчас там откуп прикуп там какие-то видите вот там здесь пшенички насыпь там и здесь еще там монетку там кинь и вот тебе там какой-нибудь откуп как обычно эти колдуки все все о откупа там все на кладбище все там откупаются от хозяина кладбища хотя на хрен хозяину кладбище нужны ваши его на ваши вот эта ерунда им им энергия ваша нужна они ваши вот эти вот какие там ленточки или какие-то куколки нет конечно не не смешите меня но некоторые дураки думают что вот они там какую-то копеечку отдали и откупились хрена с два да то есть договор заключили и пошло поехало вроде бы получилось то что вы хотите но от этого вам легче не стало и вы впадаете в эту зависимость и вас начинают дербанить на все хуже и хуже и поэтому эти колдовки они изначально начинают уже чувствуют сами не справляются начинают отдавать жизни здоровье своих сначала может быть дальних родственников а потом и ближних родственников переходят и жрут своих детей в результате образуется вот такая черная дыра то есть все как как действительно да вот игроманы да да к примеру они играют вроде играют играют проигрываются сначала тратят свои там ресурсы потом уже начинают продавать день занимать в долг потом начинают продавать какие-то вещи из дома уже если есть возможность продадут квартиру невзирая на то что там может проживает старая мама или дети да в результате вот они вода отдадут все ресурсы семьи в чем-то колдовки такие же а вот с уважением можно воспринимать людей даже там занимающиеся к примеру какими-то делами нехорошими которые делают это на собственной силе вот они хотят что-то они делают аскезы они практикуют и нарабатывают вот этот тапас и потом значит реализует его ну может быть негативно но это сильные духи они в общем-то понятное дело что накормуют упадут поднимутся у них есть возможность еще осознать поменять свой вектор движения но вот те которые по на халяву хотят нашептали что-то и все и думают и поначалу ты им дают эту силу поначалу они чувствуют ох мы какие-то не такие мы другие как как они им все подвластно нам мы вот хотим и кто-то умрет мы хотим вот этот мужчина там или там женщина обратить внимание и я его кручу и и все будет мои но потом все равно за все надо рассчитаться из процентов очкой поэтому в чем-то демоны перекрестков естественно разные существа есть и у них индивидуальности характера есть по-разному на и интересно с ними разговаривать потому что в чем-то мужа можно узнать новости свежие свежие новости из адских миров потому что они тоже ну в основном конечно из одного мира они присутствуют здесь но бывает бывает разнообразие поэтому очень интересно поболтать на и им честно говорить скучновато и скучновато с вот такими халявщиками вот они их не уважают этих как колдук колдунов не уважают потому что те кто вы знаете как бы не на своем какой вы можете испытывать к ним отношения поэтому демоны воспринимают тоже они объегорят все сделают понятно что демона это это далеко не ангелы но воспринимают этих людей тоже как таких как алкашей на в чем-то как алкашей знаете вот когда пьяница да уж совсем пропился и приходит и начинает там у продавца клянчить там дай мне это вот я тебе там вот из дома там чуть принес там за это колечко дай мне там выпить дам не загусить да конечно клеймо сразу до пришел значит алкашня человек опустившийся который уже там продает все и за за пузырь значит все мать родную продаст принципе колдухи колдухи они таковы конечно интересно да друзья мои тоже вот с демоном перекрестка вчера мы по это покалякали достаточно серьезно и новости тоже мне тоже интересно узнать да вот какие новые колду колдовки появились здесь потому что их прибавляется и действительно особенно вот перед новым годом ох сколько друзья мои и сколько историй узнаешь от 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 этого демона что там кто за что да за как за какую-то ерунду там своих подруг своих родственников вот они они их чехвостят как друзья мои конечно по пропитываешься печалью скорблю понимая что вот как как она это бывает действительно вся вот эта некрасивая колдовская изнанка но понимаешь что люди они все такие они вот ради какой-то минимальные сию минуты выдох выгоды готовы вот все все спустить все продать поэтому демоны перекрестков сильные перекрестки поэтому колдуя друзья мои даже если будьте осторожны в принципе вы можете ну если вы колдуете на перекрестке как на перекрестке неких миров вы можете в принципе на своей силе и не не обращаться вот в эту микрофинансовую организацию даже если вам предлагают там дешевые кредиты деньги прямо сейчас то есть ну демоны то не ловкачи в этом деле как бы объегоривать это их как говорил помните заметь замечательный актер пуговкин профессион де фуа профессиональная профессиональная такая обязанность деформация ну что ж драгоценные мои друзья видите поболтал наверно ни о чем ни о чем время время темных ночей перед новым годом конечно конечно непростое и и мы тоже участвуем в этом непростом процессе все драгоценные мои друзья давайте пока счастливо